Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Это Маруся. Маруся, добрый вечер. Да, надеюсь, что ты придумаешь ей новое имя. Будет как бы имя от Ефремова, Михаила, и мы ее под этим именем кому-нибудь из гостей пристроим. Я надеюсь, что это произойдет до 22 ноября, то есть до того дня. Мы пристроим Маруся до 22 ноября? Да, думаю, я такой себе вот дедлайн строю. Может быть даже до 10-го лучше. Тут прям непосредственно в день твоего юбилея, но это прям у нас совсем время не остается до 10-го, а до 22-го все-таки какой-то есть. 22-го юбилей по старому стилю. Думаешь, не 23-го? Ну, как бы канун. Да. Ты выбрал такую площадку непростую, Крокус, в общем-то, достаточно сложно собрать. Вот летом был как раз тоже 50 лет Домогаров, там тоже проводил вечер. Он, правда, в день в день, в отличие от тебя. И вот тоже у него масса людей было, и я вот так понимаю. У него было, я уверен, что было много народу. Ну, аншлага не было. Да, был, наверное. Да? Ну, даже есть тысяч пять, это уже считать можно там аншлаг. У тебя будет тысяч пять? Я, честно скажу, боюсь, может и не будет, но очень хотелось бы, чтобы было, потому что, когда мы хоронили гражданин поэт на той же площадке, вот воспоминания о том, меня как бы и подвигли на выбор Крокус-Сити-Холла. Ну, и все, конечно, я там еще участвовал в вечере Владимира Семеновича Высоцкого, ну, своя колея, Никита, вот, там, придумал такую премию. С сыном Владимира Семеновича, с ней, с Никитой Владимировичем. И там я, в Крокус-Сити-Холла, она такая площадка здоровая вроде, но какая-то она тут, не знаю, пока два раза мне там понравилось. У тебя очень много было... Хотя похороны были два раза тоже, значит, три раза. И все на одной площадке, да? Ну, похороны были, один раз похоронили, потом столько было желающих кинуть горсть земли, значит, в могилу проекта «Гражданин поэт», что пришлось провести второй раз. Ну, я чувствую, просто у тебя какие-то ностальгические... Нет, это не ностальгические, это ностальгические по площадке. А, понятно. На площадке будет очень много музыкантов, если верить тому, что пишут интернеты. Ну, название-то какое? Да, название, да, «Запой с Михаилом Ефремовым». Ну, кстати, кто придумал такое провокационное? Я думаю, что Васильев придумал. Я, честно говоря, не помню. Это было давно придумано, года два-три назад. И вообще, дело в том, что очень много ваш брат-журналист пишет про то, что, ну, как вот, Михаил Ефремов, это кто? Актер, алкаш. Ну, да. Ну, вторая. Я хотел бы, чтобы называли пьянчужкой. Ага. Если бы меня называли пьянчужкой, то я не выбрал бы слово «запой». Поэтому всем зрителям как бы и предлагается, ну, если вот все пишут, понимаешь, что вот он все время, когда работает, ну, ладно, приходите, посмотрите, как это происходит. Ага. А ты будешь прямо на сцене выпивать? «Запой» имеет дворято заявление. Я понимаю, да, что это как глагол «запеть», да. И вот я встаю, проснись и пой. И утром пою. Дело в том, что все, кто будет выступать, это мои друзья. И я думаю, что еще два моих друга, замечательные поэты Дмитрий Быков и Андрей Орлов-Орлуша. Партнеры по тому же гражданинам. Да, по господину хорошему. И они переделывают кое-какие песни из тех, которые, ну, известных песен из тех исполнителей, которые... Согласия? Согласия, мы так говорим. Ну, конечно, нет, что исполнитель, а как же исполнитель, а как же петь-то тогда? Не, ну, может, просто на пюпитр... Там будут сюрпризы, которые просто не хочется даже объявлять, пока какие анонсируют. Ну, вернее, не хочется, а просто нельзя, потому что, конечно, тогда будет сюрприз. Тогда это не сюрприз, понятно. Но анонсировать музыкантов мы можем? Музыкантов, конечно. Ну, расскажи. Я-то прочитал, но я хочу из первых уст услышать. Это группа Би-2, Чаев, Моральный кодекс, Сережа Мазаев. Игарет Сукачев. Маргулис еще написал, Женя Маргулис. Я не знаю, как Женя Маргулис, не знаю. Да? Я, честно говоря, не знаю. Это продюсер же написали. Сможете, я вот... У него есть прекрасная песня от Таня, по-моему, дура. Нет, мне так нравится. И Дима Быков пишет тексты. Нет, я хотел бы, чтобы Дима Быков и Андрей Орлов так же, как на похоронах, взяли бы тему у зала. Потому что мы давно не выходили, мы давно закрыли господина Хорошего. Естественно, злободневные какие-то это будут песни. Ну, понятное дело. Потому что мы хотим у зала взять какие-то темы свободненные. Ну, они там соединятся с тем, что вот Мишке 50 лет как-нибудь. И, может быть, напишут какие-нибудь смешные верши. Пока будет продолжаться в конце. Но ты сам тоже петь будешь? Я сам-то в основном и буду петь с пацанами, как говорится. А вот как петь с профессиональными исполнителями? Очень легче гораздо, чем одному. Потому что в случае чего ты смотришь так на профессиональную исполнительность. А-а-а, 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 прото профессионал, а-а-а. И все хорошо. Потому что сам дашь ерунды. Ну-ка, ты же не профессионал. Ну да. Понятно. У нас даже Быков пел с Мазаевым в Маунтеатре один раз. Серьезно? Я Диму никогда не видел, он поющий. Он не попал ни в одну ноту. А-а-а. Но мне это сказал, что у него, значит, очень хороший слух. Потому что не попасть ни в одну ноту, это уметь надо. А у тебя еще и дети поющие, по-моему, да? Ну как поющие? Ну не профессионально поющие, но со слухом и голосом. Ну я, честно говоря, ну наверное. Я надеюсь. Нет, вот у меня Боря трехлетний, он пошел в хор и получил пятерку по сальфеджио. Но я не думаю, трехлетний ребенок на этом вечернем 18+. Ну как, как-то. Если у меня постарше, если у меня дети, с ними что-то хотелось бы придумать. Но вот я говорю... Именно ты, мы сейчас говорим про 22 число. Да, про 22-е, про запой. Про запой с Михаилом Ефремовым. Запой не в том смысле... Да, я понял. Я думаю, в обоих будет это. Мы же все, вот все думают, что все, вся публика думает, что мы вот пьем, а мы поем. Выпиваем, а потом поем, да. Поем, потом выпиваем. И там в 22-е будет сначала петь потом. Ну, кстати, это отличная идея, семейная как бы тема, мне кажется, вот действительно... Ну, я надеюсь, что моя жена Соня, она золотые уши России, как ее называет Дмитрий Дзебров. Ну, не забываю добавлять при этом, что я золотая печень России. Вот, и она будет звукорежиссером всей этой штуки, потому что там очень сложно. А, а, то есть это все-таки семейный подряд такой. Живый, конечно, семейный подряд. Ну, тогда точно надо детей как-то задействовать. Ну, как-то мы используем. Маленьких все-таки пока не хочется еще. Тащить им нет еще 12-13 лет. Вот в этом возрасте 12-14 там можно во взрослой жизни. А в самой маленькой это все непонятно будет потом. Ну, смотри, ты же вот, допустим, уже в 10 лет уже знал, да, что ты будешь... Нет, я еще не знал. Ты не знал, да? Я знал в 13 лет. Ну, в 13, да, уже ты определился. Когда я снимался в фильме, ну, как и то определился. Ты уже снимался. Ну, я снимался в фильме, да, да, и уже не в одном, а уже там в двух. Я не могу сказать, что я определился. Все равно же в 13 лет человек думает, а может я тем, а может я там, а может я там, а может... Ну, ты же понимал, что у тебя что-то получается, как бы что-то уже есть. Оно как-то такое не очень правильное, потому что когда ты так думаешь, аааа, хорошо сыграл, на самом деле это, ой, обманчиво, потому что зритель увидел, вот если у тебя такое ощущение, зритель увидел на сцену самодовольного дурака. Ну, не обязательно, а как же, а ты вот устраиваешь разборы полетов, допустим, вот... Когда я режиссер с артистами, конечно, устраиваю первые там... Нет, а вот когда ты на сцене, допустим, материал отсняли, ты потом... А, ты имеешь в виду кино? Нет, ну, не обязательно кино, даже вот ваши там выступления в рамках вот... Нет, это театр, кино, суть, разные вещи. Ну, да. Театр это живое дело, что я отсматривать буду. А почему не... Да, оно может потом плохо выглядеть на экране, но зато в зале в это время была феноменальная атмосфера. Ну, вы все так говорите, да. Или наоборот, это будет плохо, очень хорошо выглядеть на экране, а на самом деле и смех будет подложен вовремя, и все, а на самом деле все сидели и грустили. Ну, а кину кину? Действительно, в таких концертах на больших площадках и с использованием телевидения, это же очень, ну, трудно вот эту грань найти, чтобы... Ну, мне кажется, что должно нравиться прежде всего тем людям, которые собрались в зале. Хотя я понимаю, что миллионная аудитория там, но миллионная аудитория, не весь же концерт бы смотреть, там же он будет там сокращен как-то чего-то, и поэтому лучше, чтобы, пожалуйста, тем, кто в зале. Ну, это в зале, допустим. Удивлять будем их. Супруга, золотые уши. Она в зале там. Да. На вид, надеюсь. Ну, а вот в принципе обсуждаете с ней, что получилось, что не получилось у тебя, или нет? Нет, она по тому и супругу, что она так считает, что, в принципе, моя работа, тьфу, не бей лежачего. А, вот так вот, да? Конечно. И не надо делать вид, что так ты устал, потому что, ну, она права, потому что у нее тоже она работает, трое детей все время. Ну, ну, правда, у нас есть разница в возрасте, чем я пользуюсь иногда. А как ты пользуешься? Авторитет включаешь? Ну, я не... Авторитета нет уже давно. Нету, да? Я не включаю авторитет. Я включаю... Я пытаюсь бить на жалость, но тоже не очень получается. Ну, вы вместе, да, наверное, вот 10-го числа, ты будешь справлять уже вот день рождения без своих друзей, ну, наверное, с семьей, да? Нет, я как раз с друзьями буду справлять, без семьи. Вы прям вот всем составом куда-то заберетесь? Ну, там не всем составом, там, да, человек 15 поедет, мы поедем на Мертвое море. Так. На имамейлах. Так. А почему такой выбор? Я не знаю, почему я побывал в этом году во многих местах, я был на Мертвом море часа два, и мне там, как-то там мне... Я... День рождения, когда будут все мои друзья, в принципе, у очень многих моих друзей и подруг уже возникают такие, как же это мы туда, типа, там, без взрослых. Такой вопрос. Ага. Ага. Что? Что же будет? А я... Поэтому это Мертвое море, чтобы там же... Там же пенсионеры из Британии и Германии, тихо... И мы там тоже тихонько, мы все уже, с ярмарки поехали, все уже. Ага. Ну, там-то, наверное, будет вот запой, 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 запой. Нет? Не будет? То есть там будете... Ну, там, во-первых, очень жарко, во-вторых, я думаю, мы тихонечко посидим, конечно, а утром 10-го мы съездим в Берсалим, поднимемся, неправильно, мы поднимемся в Шалай, а потом, ну, и 11-го прилетим вечером. А вот говорят, что 40 лет не отмечают приметы, а ты ведь 40 лет, по-моему, справлял, да? Нет. Нет, не справлял. Ну, может, справлял, наверное, справлял. Ага, ну, просто не помнишь, да? Я не помню. Говорят, не отмечают, значит, не справлял, но все равно справлял. Справлял-то, да, но в том смысле, что никакого действия не устраивалось. Действо такое вот с публикой я устраиваю первый раз. Это твоя идея или идея продюсерская? Это идея, как продюсерская, это менеджерская идея, как медиа-менеджерская идея Андрея Витальевича Васильева, которая давно об этой идее, еще года два назад, полтора, а лет пять назад он мне говорит, а вот 50 тебе будет. Как раз, когда ему было 50, а вот тебе, а я сказал, а мне бы хорошо, почему-то я хотел справлять 50 лет. В колонном зале Дома Союзов, знаешь, когда похороны были, и там портрет висел, а тут гроб, вы знаете, вот такой же портрет я хотел, чтобы такой дурацкий был висел, хоть один денечек. Но это все-таки слишком, он рядом с Госдумой. А Крокус Сетихов все-таки на окраине, и, конечно, это очень технически удобная площадка. Вот ты упомянул похороны, открыл как бы сам эту дверь. Я понимаю, нет. Или ты имеешься на колонный зал Дома Союзов. Да, колонный зал, да. Потому что Гармаш мне сказал, что самый правильный вопрос, который надо задавать, это думает ли человек о смерти. Вот он сказал, что вот ему задали такой вопрос, и это его очень впечатлило. Как бы я ответил Сереже Гармашу? Вот как бы, да, ты как бы это ответил? Я не отвечу вам сейчас здесь. Ему, кстати, тоже 150 было, только-только. Ну, не только-только, ему было год-два. Ну, год. Ну, нет. Не вы, в начале. Ну, в этом году, да. Так, ну и как бы ты ответил ему? Я с неизбежностью отношусь, как можно относиться, я бы Сереже Гармашу ответил, я лично ему отвечу, потому что я здесь не буду говорить, как я ему отвечу. А так, я думаю, что это неизбежная штука, чего думать. Как это будет? Это я уже отдумался. Нет, да. Это я в раннем возрасте, это когда тебе лет 15, 16, 17, там ты о смерти думаешь, представишь, вот как ты мертвый лежишь, и все плачут. Вот это, это, это те штуки, сейчас уже все-таки страшновато об этом думать. Нет, ну, смотря как к этому относиться, какие опыте рассматривать. Вот ты, допустим, веришь, что что-то есть после смерти? Ну, я верующий человек православный, и как бы я не могу сказать, что я углублен. Ну, ну, конечно, так, и так, по-моему, и правильнее есть, конечно. А вот ты считаешь, что очень важно то, что ты... Я думаю, как ты думаешь на свете, тут еще как можно сказать, что ты, если ты веришь, что там что-то будет, значит, там что-то будет, а не веришь, ну, и не будет ничего. Кстати, действительно, очень резонно. А когда-нибудь обсуждал ты это с супругой? У меня супруга православная, она у меня входит каждый воскресенье с детьми в церковь. Да. Я редко хожу, я грешный. Нет, ну, не обязательно же исполнять... Мы не обсуждаем такие вещи, мы не обсуждаем, но мы уже вместе, поэтому, как, что нам обсуждать? Угу. А как у тебя, вот, ну, папа твой знаменитый? Как и в отношениях религии? Да, да. Ведь в то время это же было в... Пиццерское, скорее, такое. Угу. Он все-таки больше, да, там, может быть, что-то... Ну, крестик у него в столе лежал, его крестили. В столе лежал, да? А его крестили... Его крестили, он давно, наверное, крестил бабушка. Ну, мама его относилась... Угу. Ну, если я называю свое 50-летие запой, конечно, я слежу за трендами. Ну, знаешь, вот это тренд... Ты сам трендообразующий тогда, скажем так, если мы про запой говорим... Нет, нет, я не трендообразующий. Угу. Это от Лени. Угу. Это от вашей журналистской Лени. Угу. Нашли себе темочку, вот ее и разрабатываете. Уже сколько лет. Ну, ты поводы даешь. Нет, ничего подобного, никаких поводов. Все шутка. Такая шутка. Я на Кинотавре помню. Все шутка. С Охлобыстином, с Иваном Николаевичем. А не с Охлобыстином, а с Баширом, с Александром Николаевичем, который, кстати, тоже будет участвовать в запой. Ну, и если мы найдем за это время Ивана Ивановича Охлобыстина... А можно, кстати, я через вашу программу... Да, конечно. ...вращусь. Какую камеру, говорю? Вот в эту, наверное, да? Вот в эту. Туда. Ваня, пожалуйста, объявись. Без тебя и запой, и не запой. Я имею в виду песня, не песня. Мы не можем тебя найти. Ну, а давай тогда, может быть, мы развеем прям, вот, если ты считаешь, что это миф, прям. Вот, о пьянстве российских актеров. Давай мы... Это я... Нет, это не миф. Это красивая легенда. Под каждой легендой красивой существует, как, ну, как... Нет дым без огня, там, все эти что-нибудь. Да, конечно. Конечно. Но это, я бы все-таки говорил, что сейчас это уже не в тренде. Сейчас это среди молодых артистов. Так. Самый молодой среди пьющих артистов, ну, как бы таких вот, я имею в виду, медийно пьющих артистов, Леша Панин. А ему уже тоже за тридцать. Ну, вот он-то поводы дает. Ну, а может быть, он специально эти поводы дает. Ну, значит... Видел камеру скрытого наблюдения, раз, раз повод дает. Видно, видно. Ну, а актеры должны вообще видеть камеры. Ты же видишь камеры и чувствуешь. Поэтому мало записей со мной, почти нет. Вот поэтому. Понятно. Ты будешь где-то с ним сниматься в ближайшее время? С кем? Ну, где-нибудь, с кем-нибудь. А, нет, ну, конечно, я закончил. Вопрос о творческих планах. О творческие планы. Я не буду говорить о творческом плане, но он есть. Я скажу, что это театральная работа. Я из суеверия не буду говорить. Я понял. Она будет потом, после Нового года начнется. А закончил я сниматься в фильме «Москва никогда не спит» режиссера Джона О'Райли. Он ирландец. Ну, а снимал здесь в Москве, стать русскими артистами. А кто еще у тебя был? И русский продакшен. По фильму кто был? По фильму... Вот, который ты упомянул, да? Ну, нет, ну, там... Не спит. Нет, ну, там... Это очень густонаселенный фильм. Это очень густонаселенный фильм. А что по жанру? По жанру это вот грустная история. Это грустная история. Вот он... «Москва never sleep» вот этого там нет. Хотя, может быть, в каких-то других... Я занят только в одной истории. Ага. А, то есть это набор новелл? Это набор... Ну, это такие новеллы, которые... Которые связаны. Друг с другом как-то переплетаются. Да, а потом я сейчас снимаюсь и снялся, можно же сказать, потом будет еще... Ну, это еще долгое время до того, как фильм увидит зритель. А фильме «На дне» у Владимира Кота. «На дне» по Максиму Сладкому, прошу прощения, Горькому. Но немножко переделано, потому что сейчас в тренде сейчас переделывать в современность. То есть это адаптировано... К классическим. Ну, к современным. Ну, не то, что к реалиям. Ну, как... Ну, то есть это происходит в нашей дне, да? Это происходит, да, в нашей дне. Миша, смотри, 50 лет это такой рубеж, когда обычно люди берутся за мемуары. Как вообще, в принципе, ты относишься к... К мемуарам? Да, вот к тому, что твои коллеги... Да, не все, кто издает мемуары, умеют писать. А так неудобняк. А я не про себя, я не очень умею рассказать. Это есть какой-то набор историй, там их 35, это у всех так. 35-40 историй, это неожиданный вид. Ты вспоминаешь, а вот еще мы там ходили тогда в Сочи или там, а вот, помнится, я был в Германии. Ну, такие истории, они есть у всех. Но я не думаю, что это, наверное, есть такие люди, которые такие истории собирают и опубликовывают. Ну, это такие сборники историй, а там несчастливцы. Ну, самому писать, ну, я не знаю, наверное, еще рано. Я все-таки человек энергичный. И еще что-то я поделаю. Нет, ну, вот Кончаловский свои знаменитые мемуары начал писать как раз вот спустя, вот он полвека отжил. И вот этот вот багаж нажитый, он стал описывать. Вот как ты относишься вообще в принципе к этому жанру, к жанру мемуаров? Вот как ты считаешь... Относительно ко мне никак, потому что не представляю себе... Ну, я не то же не представляю, я могу даже себе представить, как я уехал куда-нибудь в Гермалу и сел там за письмами и стал писать. Но я уверен, что я напишу полстраницы или там лист, начну перечитывать и вижу там длин, чтобы мысль была, не вставил, а это вот плохо сформулировано и все такое прочее. Я не умею писать. Я по-другому сформулирую. А или там ты имеешь в виду наговорить, потом отдать журналисту, чтобы он все сделал. Даже не в этом дело, дело не в технологии. Я пытаюсь понять твое отношение. Имеет ли право, допустим, такой вот человек, как ты, с известной родословной, с насыщенной биографией, там у тебя было много всяких приключений. Ты имеешь право на собственную биографию? Ты можешь, допустим, сейчас вот, не только конкретно ты, вот любовь в твоем положении. Актер, ну вот на конкретно твоем примере. Мне интересно было, ну че, это значит все, привет. Нет, ну а вот ты можешь написать там вот все, что было. И имеешь ты на это право, потому что там же масса людей, ну я там, не знаю, Наташи, не годы, там еще кто-нибудь, которые были задействованы так или иначе в твоей биографии. Или нет? Я думаю, нет, я думаю, нет. Ну, в общем случае, я бы не стал. Я бы не стал. Ну а ты вот Кончаловского читал, его мемуары. Да, я читал. С интересом? Не могу сказать, что с огромным. Ну, читал. Осуждаешь? Да, потому что говорю, не осуждаю, но как странно мне. Никто я такой, чтобы осуждать, Андрей Сергеевич. Хорошо. Андрей Сергеевич великий кинорежиссер. Понял. Тогда, хорошо, тогда про режиссера я понял, Руденштейна. Ты читал, где, кстати, описывали твои похождения? Я тоже, я знаю, как, что люди, ну это некрасиво, конечно, но я же не знаю, чего там, как, это не мое дело. Я это читал, потому что это читали все, и то, и другое. И я так это, ну и... Я все понял. Вообще, по-моему, это не дело. Главное, чтобы все пришли в Крокус, кто в Крокус не сможет прийти. Собственность может прийти, тот, конечно, жалко, что не придет в Крокус, тот, кто не сможет прийти в Крокус. Миша, ты обещал назвать... Да, я наблюдал, она такая спокойная, но подозрительно спокойная. Такой бывает моя дочь Анна-Мария, после тяжелой учебной недели. Мы ее можем назвать Анной-Марией? Ну она Маруся, у нее было имя. Анюся Маруся. Анюся Маруся. Да, Аньмань. Аньмань. Что, это такое что-то китайское. У нас была китайская кошка, Аньмань. Спасибо тебе за то, что пришел. Спасибо тебе за Аньмань, за придумку. Но ты знаешь, что накануне я не поздравляю. Поэтому я тебя не поздравляю, но я вот выпью 10-го числа обязательно за тебя. И 22-го, по-старому. И 22-го, и 23-го. Ну а 23-го сам Бог велел. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.